В прошлый раз было совсем введение-введение, по всему поверху прошлись, поговорил, какие типы разных хранилищ системы обработки данных существуют, там много-много разных перечислил, совсем поверхностно, поговорили про нефункциональные требования, типа отказоустойчивости, масштабируемости и так далее. Теперь, на самом деле, можно сказать, продолжение введения на эту лекцию, со следующего раза мы уже начнем разговаривать о том, как внутри хранилище устроено, а сейчас пока что надо обсудить, можно сказать, функциональное требование, то есть, ну или скорее интерфейс доступа к базам данных, то есть какие бывают интерфейсы доступа. Про все тоже мы не поговорим, а только про основные такие популярные языки запросов, ну и по сути OLTP – база данных, то есть не аналитические базы, а базы, которые используются для обработки, для быстрой обработки политических запросов. Вот, так, ну да, собственно, о каких моделях данных поговорим. Ну, пройдемся по документам базам данных, которые не сильно отличаются от key-value баз, но это под множество того, что называется NoSQL базами данных. Там, ну, множество разных примеров, всякие там, типа MongoDB, я не знаю, может даже Redis можно называть базой данных, хотя с натяжкой там, вот. Там подобная штука, есть встраиваемая база данных, то есть, которые в виде библиотеки предоставляются, а не какого-то отдельного сервера и так далее. Ну, революционная база данных, наверное, самая такая известная штука, это то, что существует уже там с 70-х годов, там, ну, сейчас там представители известные, понятно, там, MySQL, Postgres, MSSQL, сервер и так далее. Вот, ну, еще есть такой класс баз данных, который, в частности, книжки, которые я использовал для структуры курса, упоминается и там обсуждается широко, но я, честно говоря, им нигде на практике не пользовался. Это графовая база данных, где там данные представляются в виде набора вершин, набора ребер. Ну, и дальше там есть свои языки запросов, там свои какие-то интересные базы, свои интересные юзкейсы, вот, которые так абстрактно звучат, понятно, но на практике, опять же, я не сталкивался. То есть, если будет потом интересно, можете посмотреть, вот, и придумать, где их использовать. Вот, ну, собственно, помимо моделей и данных в базах, еще поговорим в двух словах, там, про форматы хранения, какие они существуют, то есть, в каком виде, там, если вы, ну, там, один вариант, что вы, там, не знаю, в какую-нибудь революционную базу данных, в таблицу, там, поколоночную, раскладываете примитивные типы данных, там, какой-нибудь столбец, там, у вас, там, текст, какой-нибудь, там, какой-нибудь UN32, там, и так далее. А если, там, у вас Q-Value Storage, ну, вы будете хранить значение какую-то структуру, вот, и база не предоставлять, ну, не будет предоставлять, там, нативных механизмов ее, там, конвертировать из какой-то логической штуки в байтики и обратно. Ну, ну, есть, понятное дело, множество форматов, в которых можно записать, записывать структуру. Такс, ну, по поводу документных баз, вот, как я уже говорил, что это, по сути, некая штука, которая позволяет сохранять пары ключ-значения и искать, там, значение, потом искать значение по ключу, по конкретному, или по диапазону ключей, там, физически под капотом может использоваться, там, могут разные штуки использоваться, ну, там, и бодеревья могут использоваться, могут использоваться, так называемые LSM базы и так далее, вот, документность это про то, что некоторые базы имеют какой-то нативный формат хранения и умеют, ну, умеют залезать в этот value, как какая-нибудь манга, которая использует бессон, который, бинарное представление джессона. Вот, ну, то есть, по сути, такие, как, можно сказать, словари используют значение. Вот, ну, там есть разные фичи у некоторых таких баз, дополнительные бывают, где-то вторичные индексы, где-то не бывают. Вот, ну, и так как это, по сути, такая, если говорить про кива или структура, очень простая, это все масштабируется хорошо, ну, просто, там, не знаю, по диапазонам ключей, по хэшу отключает, так далее, на, ну, раскладывается большое количество машин относительно легко. Вот, но всяких штук, к которым мы, там, вы, например, привыкли, если используете реализационную базу, ну, там нету, часто нету, там, всяких джойнов нету, там, транзакций, там, скажем так, типа того, что называется ACID транзакций, там, далее, обычно, там, eventual consistency, то есть, такие очень ослабленные гарантии на тему того, вот, если вы что-то записали, когда, когда, там, следующие читатели, например, смогут значения, записанные вами, прочитать. Вот, ну, да, ну, примеров дофига разных, тут какие-то я выписал, на самом деле, если говорить про тот же Яндекс, то у нас, понятное дело, там, в основном свои велосипеды, вот, ну, какие-то, какие-то группы используют что-то опенсорсное, да, а так вообще есть этот Яндекс Дейтабейс, который изначально был по функциональности скорее ближе к ки-вэлью, вот, сейчас постепенно, сейчас постепенно обрастает разными, разными функциями, в частности, там, вторичные индексы и так далее. Вот, ну, вот, тут пример еще есть такой LevelDB, это библиотека на C++, вот, мы ее тоже активно использовали, вот, но она, ну, просто, да, библиотечка встраивается, там, в код позволяет сохранять что-то, там, персистентно, и, там, те самые поиски по значению или по ключу и по диапазону ключа делать, вот, там она чистой ки-вэлью, она вообще ничего не знает про структуру значения, вот, просто сохранить, можно сказать, позволяет сохранить, ну, как, я не знаю, если бы это был STD-мэп на C++, она позволяет персистентно сохранить. Так, простите, я забыл, я забыл убить телегу, она зачем-то включилась, она не хочет умирать. Нет, мы ее убьем просто, зачем, зачем нам? А, нет, да, 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 да. А, она не хочет, я попробовал уже. Убери. Ну это же Ubuntu, тут постоянно что-то не работает По поводу трея, секундочку Вот здесь есть квит, а там не было квита Ну вот смотрите, дискорд здесь квит В верхнем правом, вот здесь вы имеете, да? А, здесь был квит, наверное, я просто привык к консольке Да, внезапно, но здесь там, опять же, вот здесь привык тыкать А телега обычно никогда не выключается, поэтому я даже не помню, где там из нее можно выйти Так, о чем я там вещал? Да, короче, сказал про LevelDB Вот, LevelDB мы использовали какое-то время в такой системе RealTime MapReduce называется Вот, ну и по сути MapReduce, в модели MapReduce там тоже просто KeyValue Как какие-то KeyValue лежат пары, вот и LevelDB тут подошла хорошо Ну и так как мы все шардировали мы сами, там транзакций каких-то сложных нету, поэтому было удобно Так, ну и есть еще, там вообще классификация такая баз, этих баз в целом разных, относительно навороченная Вот, есть база типа той же Apache Cassandra, про которую сказано, что это White Column Store, но по такой сути фундаментально это все-таки больше тоже что-то типа документы или KeyValue базы Вот, как-то так Языков, запросов каких-то стандартизированных, насколько мне известно, тут нету Нет, может быть есть, но как бы все все равно многие базы используют что-то свое Там у Cassandra есть свой язык, у какого-нибудь там MongoDB, там если говорить про ее консоль там вообще, ну по сути JavaScript Ну и там есть какие-то SDK для разных языков программирования, там уже тоже все свое Вот, сама, ну я не знаю, если нужно, не нужно просто потыкать, то есть сама, сама Mongo, она выглядит как-то, короче, как-то вот так вот запросы Выглядеть, я не знаю, тут наверно ни хрена не видно, да? Это печально А вот так видно Короче, вот, вполне себе JavaScript такой Взяли, поискали значение из таблицы Пол какой-то, вот это уже его разуплотнило Такая вот хренатень Объекты сами выводят в GSONY по умолчанию, но хранит, как утверждается, ну, вряд ли они врут в Sony, то есть в бинарном представлении вот этой штуки Вот, ну там, понятное дело, можно как-то по-другому поискать Есть, да, я тут сразу же X-Plane вывел, ну, короче, да, у нее есть, как и там революционных баз, всяких популярных, функциональность, потому что бы рассказать, что конкретно она будет делать для обработки запроса То есть я даже не могу сказать, насколько это как бы императивный или декларативный язык получается, ну, какая-то смесь такая То есть вы вроде как говорите не как, вы будете там выполнять запрос, а что будете делать, чего вам нужно, вот, но в синтаксисе императивного JavaScript Так, ладно, вернемся обратно Да, по поводу революционных баз Опять же, тут может быть капитаном очевидности, они представляют данные в виде набора таблиц В таблицах записи хранятся построчно, в каждой записи сколько-то полей, и во всех записях одной таблицы одинаковый набор полей Ну, понятное дело, что вы можете завести таблицу с там несколькими сотнями полей, и в каждой записи там большинство будет нулами, вот, ну, физически можно, никто не мешает, вот Изначально эта штука, она самая старая, скорее всего Ну, в любом случае, очень старая Еще с тех времен, когда база помещалась полностью на одну машину Ну, и до сих пор, на самом деле, очень много проектов, где база помещается на одну машину Потому что, если говорить про, например, какие-нибудь облака Там вы вполне себе можете поднять виртуалку на там сотни гигабайт памяти И с диском на единицы и даже десятки терабайт Вот, и там, если, не знаю, там 64 ядра будут справляться с потоком нагрузки, ну, почему бы и нет, если вы не планируете там десятки миллионов пользователей А даже если планируете, может быть, их данные поместятся Вот, но если говорить про компании типа того же самого Яндекса Или тем более Гугла и еще более, ну, более крупных, чем Яндекс, таких как Гугл Там уже много проектов, где что-то приходится придумывать поверх, где все в одну машину не лезет Вот, ну, когда у вас база вся на одной машине, это, конечно, очень удобно То есть можно денормализовать данные, чтобы нигде никакие копии ничего не хранить И просто при чтениях, поисках смотреть в несколько таблиц И там, опять же, революционные базы позволяют там с помощью... А, ну да, собственно, язык запросов какой для взаимодействия с этим базами? Это SQL, понятное дело Я про это говорил, сейчас я скажу еще раз Да, я тут перескочил вперед Короче, интерфейс для взаимодействия с таким базами SQL И он дает возможность, в частности, делать выборки удобно из, там, нескольких таблиц Ну, в основном, с помощью оператора join Вот, когда у вас все лежит на одной машине, это довольно удобно и довольно эффективно реализуется Вот Когда все лежит на нескольких... Да, шардирование Шардирование, тут речь как раз-таки о горизонтальном масштабировании О том, что делать, если данные не влезают, данные одной базы не влезают на одну машину Либо не хватает, там, процессорных ресурсов на обработку запросов к базе на одной машине Вот, ну, есть, там, решение простое для того, чтобы чтение обрабатывать Это сделать много реплик И запросы на чтение отправлять в реплики Вот, ну, то есть в реплике по факту просто синхронизируются данные с мастера Все записи обрабатываются через мастер, через одну какую-то... Один сервер с, там, тем же самым пасгрессом Вот, ну, и есть набор машин, называемых репликами, куда поток записей с мастера отсинхронизируется Ну, и там, реплики могут быть синхронные Ну, потом про реплики позже детальные поговорим Ну, в двух словах они могут быть синхронные То есть мастер не отдает, там, АК клиенту до тех пор, пока не записал данные на реплики Либо асинхронные, ну, значит, на них когда-то будут доставлены апдейты Вот, ну, если синхронные реплики, вообще можно спокойно читать с, там, любой реплики То есть масштабировать транзакции на чтение через реплики Ну, понятно, что эта запись замедляет А синхронные реплики, они вообще, ну, используются? Да, активно используются Вообще, что-что? Это должно быть либо сложно, либо долго Долго? Но асинхронные, наоборот, быстрее, чем синхронные То есть синхронные... А, синхронные Ну, да, обычно дефолтная конфигурация пасгресса Какого-нибудь это мастер Там две реплики, одна синхронная, другая синхронная Вот Нет, это, если использовать асинхронные реплики, можно, если вам не жалко данные потерять Когда у мастера сдохнет диск Например Либо у вас У мастера диск, например, это Не один диск, а несколько собранных, там, в raid-массив И тогда Ну, если умрет хост Там, где мастер Ну, если вы готовы подождать, пока он ребутнется Либо пока инженеры dc Вынут диски и вставят в другой хост Ну, тогда тоже нормально А, то есть там нет всяких умных штук про, ну, отказоустойчивость? Нет, это и есть умные штуки про отказоустойчивость Репликация – это умная штука про отказоустойчивость Другое дело, что, ну, есть какой-то такой фундаментальный трейд-офф между скоростью Когда вы говорите, что все реплики асинхронные И подтверждаете записи, как только запись на мастере случилась И, ну, у вас все будет быстрее, просто вот, как это, ну, короче, тут даже сложно объяснить, почему, ну, понятно, почему быстрее Вот, потому что вы не ждете ответов других машин по сети Все будет быстрее, но вы будете, будут у вас риски Ну, например, я не знаю, если вы хотите сохранять данные какие-то, там, связанные с деньгами, с какими-то платежами Ну, вам так делать не стоит, вам лучше подождать лишнее время и, там, отреплицировать все синхронно Если у вас данные – это какие-нибудь, я не знаю, там, пуши в мессенджере, например Ну, может, иногда можно ими пожертвовать Не дойдет один пуш, там, со следующим дошлете предыдущий, например Ну, я могу сказать, что вот асинхронные реплики, где, например, они используются? Ну, например, вообще в том же самом мессенджере Там кусок, который как раз-таки пуши рассылает, там у нас используется Я просто, честно говоря, не буду врать, потому что я уже не занимаюсь им года три Вот Да, собственно, с помощью реплик можно отмасштабировать чтение Чтобы отмасштабировать записи, нам нужно делать что-то другое Вот, то есть, простое решение – это взять и сказать, что у нас там, опять же, разделить каким-то образом данные на кучки И сказать, что каждая данная, каждая кучка данных обслуживается своим набором, там, мастер из какого-то реплик Вот, и дальше уже уровнем выше над базой уже решать Ну, вот, нам пришел какой-то запрос, в какую мы, какие из этих кучек, какие из этих вот Какие из наших, нашей толпы баз нам нужно опрашивать Вот, то есть, опять же, если, если у нас какой-нибудь там мессенджер, и у нас есть, ну, у нас есть какие-то чаты, в каждом чате есть сообщения Ну, мы можем нарезать базы так, чтобы, типа, сделать одну отдельную базу, которая хранит про чаты, информацию про сообщения в чатах И сказать, что они у нас нарезаны по, там, хэшу от ID-чата, например То есть, там, значение, там, какой-то один либо диапазон хэшей, либо, там, какие-то одни хэши чатов Для них, там, вот, в этих трех базах, там, мастер два слоева лежат данные В других, там, в соседней такой группировке из мастера двух слоевов и так далее Вот, но тогда теряется возможность, прям, удобно работать с несколькими таблицами Потому что разные таблицы могут быть по-разному нарезаны Ну, как минимум, если у вас, там, понятно, в разных таблицах разный первичный ключ Ну, тут все, вам придется локально делать join и дальше что-то делать поверх Вот, еще, на самом деле, раньше, опять же, когда я еще пользовался пасгресом в своих задачах Поверх пасгреса не было, по крайней мере, мне не было известно стандартного какого-то механизма шардирования Ну, чтобы не совсем руками это делать, а, вот, с какими-то инструментами, там, более-менее удобными И, там, распространенными Сейчас, вот, я нашел, что какие-то такие решения есть Ну, там, вот, ссылочка, ну, понятно, что слайды копировать не надо Это, скорее, я потом отправлю слайды Может, будет интересно, перейдете Вот, тут ссылка относительно свежая, 19-го года Вот, и там тоже утверждается, что раньше, что раньше не было в том же самом пасгресе поддержки шардирования из коробки Вот, да, по поводу ключей, я так немножко не по порядку рассказываю Короче, да, таблица обычно имеет первичный ключ, по которому данные порядочные физически, то есть, если у вас есть, там, ну, обычно они, как могут храниться, там, в виде какого-то B-плюс дерева И, вот, вот, и в этом дереве, ну, дерево, в котором будут храниться, там, например, ну, опять же, без неприменительной конкретной базе, а, там, про абстрактную базу, если говорим Там у вас в листьях могут лежать, соответственно, ключи и значения И, вот, они в каком-то порядке, собственно, лежат, там, ну, в соответствии с первичным ключом Ну, и, понятное дело, что такой ключ может быть только один, у вас данные, по крайней мере, значения, они, там, в одной, в одном экземпляре хранятся на, ну, там, на одной базе, на одном сервере Вот, поэтому, если вы хотите, опять же, что-то быстро искать, там, по каким-то дополнительным другим полям данных, ну, опять же, такие базы дают возможность заводить индексы Ну, по сути, там, например, отдельное бодеревье, которое, там, хранят, собственно, вот это, в качестве ключа, вот это, другое поле, по которому вы хотите данные проиндексировать И указатель на, там, лист исходного дерева, где хранятся данные Ну, либо не дерево, если просто, да, просто данные можно, там, сложить на диск не в виде дерева, а в виде какой-то другой структуры и, там, и первичный ключ сделать Тоже отдельным, по деревам рядом Вот Да, ну, первичные ключи поддерживаются, вторичные ключи, вторичный индекс, вот эти вот дополнительные ключевые поля, по которым можно данные проиндексировать и искать быстро, тоже почти везде поддерживаются Поддерживаются куча-куча всего другого, там, всякие констрейнты, типа, foreign key, когда у вас, там, поле должно являться ключом обязательно в другой таблице Те самые join'ы, про которые я говорил, чтобы делать выборки сразу из нескольких таблиц, вот, и так далее Вот Примеров, да, примеров множество И, опять же, как отдельных баз, которые представляют собой, там, отдельный сервер, там, в такой клиент-серверной модели работают его Postgres и MoSQL Вот, так и есть также встраиваемая, типа, там, SQLite, которая является библиотечкой на C Вот Ну, и тот же, который я упоминал, MS SQL Server, но он умеет, там, не только реалляционным быть Вот, и много чего еще умеет Но он не бесплатный Вот, ну, не знаю, что еще такого можно сказать в этом овервью Ну, как правило, как правило, ну, да, SQL это декларативный язык, то есть вы говорите, опять же, не каким образом вы будете, там, не знаю, искать, например, данные или там еще что-то с ними делать А что вы хотите, и дальше есть, там, оптимизатор в базе, который решит, как конкретно это сделать И решить он может странно Вот Поэтому, ну, так как запросы могут быть очень сложными на SQL, там часто бывает нужно смотреть, что конкретно вообще оптимизатор понаделал Вот, и по поводу, опять же, примеров Тут скорее, блин, вот это же жесть какая, ни хрена не видно По поводу примеров Как эта вся фигня выглядит Короче, я завел тестовую базу, надеюсь, вот тут вообще виден сейчас текст отдельные буквы То есть понятно, что тут wall of text в целом это не воспринимается как текст Отдельные символы видны? Отлично Короче, завел какую-то тестовую базу небольшую Опять же, типа чаты, юзеры и участники чатов Вот, три таблички Вот, например, табличка users, примитивная User ID, UUIT, там, и никнейм, и там, какая-то аватарка На самом деле, пофигу на автарку, просто каких-то полей накидал, помимо первичного ключа Вот, табличка чатов тоже простенькая Chat ID, title, description Chat members Это просто табличка с парами chat ID и user ID Вот, ну и есть там В первых двух табличках User ID и chat ID это первичный ключ В табличке chat members первичного ключа нету Кажется, нету Да, вот, ну и есть вот такие индексы Тут вот эти два первичных ключа перечислены Также есть индекс таблички chat members на chat ID Чтобы оттуда быстро можно было вытаскивать списки участников user ID Которые в конкретном чате сидят Вот, ну и два констрейнта на уникальность На никнейм в табличке users, на title в табличке chats Чтобы нельзя было двух одинаковых юзеров завести с одинаковым никнеймом Вот, ну и также unique constraint это по сути индекс То есть он позволяет быстро искать по тому же самому никнейму Вот, ну и по поводу запросов Ну это да, надобавлял данных какое-то количество Сейчас Типа, ну такое игрушечное, но тем не менее Что-то может быть видно на этом самом плане обработки запроса Типа, вот в chat members 20 тысяч записей И в chat 10 тысяч Users внезапно 9-9-9-9-9 Я где-то накосячил, видимо, с меньше-меньше равно в скрипте Ну, в общем, ладно Это не столь важно Вот, и по поводу запросов Что там может делать оптимизатор Ну вот, в том же самом postgres'е Это postgres Еще раз, если я не говорил Есть такая штука, как explain, которая план запроса нарисует Есть такая штука, как explain analyze, которая не только план запроса нарисует Но и выполнит запрос, покажет, что там происходит Вот, здесь запрос Опять же, я это делал все сегодня ночь Может быть он корявый Поэтому Да, он наверняка корявый Там был где-то рядом более красивый Ладно, черт с ним Короче, этот запрос выгребает Все Кого? Всех юзеров Информацию про всех юзеров Которые Являются мемберами чата С названием чат 1 Вот И делает это Там с помощью никого джойна Там под запроса Под запрос вообще можно выкинуть Но в этом запросе он есть Опять же, не суть Вот Ну и вот, собственно Он запрос выполнил Нарисовал план Что он там где делал То есть у него тут в основном В основном индекс сканы То есть он в основном везде просто Походил по индексам Что-то поделал Вот он тут печатает Planning time, execution time Planning time это время на построение Собственно вот этого плана На принятие решений Ну, парсинг запроса И принятие решения Как он конкретно его будет выполнять Вот Execution time, понятно дело Само выполнение Planning time в разы больше Ну, в частности Поэтому, когда там Работаете с базой Ну, из приложения То лучше использовать Prepared запросы Которые там Один раз План построили Дальше много раз можете выполнять Вот И как с точки зрения Производительности С точки зрения безопасности В общем Prepared statement Это хорошо Ну, это такое Отступление в сторону Вот Ну, короче Да, execution time Сколько там 100 миллисекунд И такой Наглядный пример Сейчас я не помню Я уже, по-моему, это делал Да? Если типа Дропнуть индекс В табличке Chat members Под chat ID То будет у нас Все Все будет существенно хуже Даже на таком Игрушечном объеме данных Получается Полторы секунды Execution time И видно, что он там Что он пошел делать Где это Вот Sequential scan Под chat members Вот Ну, тоже Опять же Может быть Виноват Не оптимизатор В том, что он что-то Не так делает Хотя иногда бывает Что он делает Что-то странное Хотя вы вроде как Сделали все индексы Там правильно И так далее И нужно просто Как-то переформулировать Его запрос Но здесь виноват Не он А виноват За забытый индекс Вот Можно случайно Забыть индекс Ну и опять же На большой базе Не всегда бывает Не всегда бывает Просто добавить индекс Если сделать это Просто тупо Create индекс Командой В том же самом Postgres То Ну Короче Он лочит Залочит вам Всю таблицу Скорее всего Либо большими кусками И в общем Ничего не будет работать В то время Пока он Долго и мучительно Строит индекс Поэтому есть Такие Другие механизмы Как его Как-то Менее Как Интрузивно Создать Вот Что-то типа того Ну опять же Я думаю Что многие Из вас Со SQL Работали Потому что Это такая Самая Понятно Самый Наверное Популярный Язык Запроса Для работы С базами Вот По поводу Да И Еще одна Модель данных Это графовая База данных На самом деле Ну да Тут написано Что они Себя представляют Именно логически Что Там Набор вершин Набор ребер Бывает Что у ребер Есть какие-то Метки То есть Это не просто Ребро Не просто пара Айдишников Вершина Еще какие-то Там Дополнительно Проперти На ребре Навешанные Бывает Что Такого нету В общем По-разному Так В целом Очень Выглядит Просто Не всегда Для этого Нужен Отдельный Какое-то Отдельное Специализированное Хранилище Можно Вот эту Модель данных Изобразить Поверх Революционных Баз Ну Просто Сделав Табличку Вершин И табличку Ребер Вот Но С этим Не всегда Удобно Работать Революционной Баз Если Вам Нужно При Обработке Запроса Пройти По Там В глубину По большому Количеству Ребера Еще Непонятно Сколько У вас Проходов Вот Есть Для этого В Революционных Базах Инструменты Но Это Все Выглядит Очень Коряво Не Очень Удобно В той Шамой Книжке Мартина Клепмана Есть Пример На Эту Тему Вот Ну Да И Как И Поверх Революционной Базы Так же Поверх Кивэлю Хранилища Можно Организовать Потому Что Опять Ж Если Схема Табличек С вершинами С ребрами Она Может Быть Очень Очень Простой Таблички С ребрами Может Буквально В Кивэлю Стореджи Предоставлять Ну Это Представлять То В Ключе ID Вершины Из Ну Куда Попадает Ребро В Таблички Вершин Просто Типа ID Вершины И В каком-то Виде Там Содержимое Содержимое Может быть Любым В зависимости От вашей Предметной Области Вот Опять же В каких-то Сценариях Говорят Что Более Производительные Но Это Все Выглядит Ну Короче Да Опять же В своих задачах Не сталкивался Не буду Тут Что-то Там Рассуждать Дальше Можно Где-то Попробовать Если Кажется Что Где-то Предметная Область Представляется В виде Такого Графа Какого-то И По нему Нужно Ходить В глубину Ну Можете Чего-нибудь Попробовать Вот Единого Стандарта Взаимодействия Сейчас Такими Базами Насколько Мне Известно Нету Есть Некоторые Популярные Языки Запросов Выглядят Выглядят Для человека Привыкшего К кому-нибудь Esquale Несколько Эзотерически Вот Но Кажется Вообще В целом Для графов Может Они Могут Быть И удобными Опять же Это Есть И в книжке И Есть Я так Покопался Какие Такие базы Есть Вот Есть Некая Neo4j Кажется Относительно Популярная Вот И у них Я не буду Здесь Примеры Приводить И У нее Там Ну Какие-то На кнопки Нажимать Ну У них На сайте Там Есть Примеры Там Квикстарт Игрушечное Приложение В общем Можете Посмотреть Она Вроде Как Сайфер Использует Для языка Запросов Вот Ну И На самом Деле Есть Всякие Базы Которые Разными Моделями Умеют Работать Вот Тут Пример Ну Тоже Ну Да Логическая Такая То есть Физически Можете Сложить Не Ну Это Как Обычно Если хотите Сделать Графовую Базу То У вас Поверх Будет Какой-то Интерфейс Другой А Это Типа Такая Приватная Деталь Реализации Что Там Все Хранится В таблицах Поверх Реализационной Базы Но Физически Конечно Вы Сможете Да Вот Но Физически Если Ну Это Как Типа Некий Слой Такой Абстракции Сверху Физически Вы Можете Конечно Залезть В слой Ниже Там Можете Вообще Залезть В диск Если У вас Есть Судо На машине И так Далее Можете Сделать ДД На диске И так Далее Но Это Так же Как В C++ Вы Можете Сказать Define Private Public И Делать Все Что Угодно Вот Но Вообще Наверное База Так Так Вот Теперь Про модели По моделям Прошлись Быстренько Теперь Форматы Данных Вот Как Я уже Говорил В Кивэлю Хранилище В Кивэлю Хранилищах Которые Так Удобно Делать И Которые Так Удобно Масштабируются В Вэлью Может Лежать Все Что Угодно Вот Но Физически Это Байты Какие-то Вот А Логически Вы Туда Кладете Час Такие-то Объекты Вот И Как Эти Объекты Переводить Байты Существует Там Миллион Способов Разных Вот Есть Ну Разные Вот Эти Форматы Представления Данных В виде Байт Они Там Бывают Текстовые Бывают Бинарные То есть В частности Там Какой-нибудь Джессон Или XML Это Текстовые Форматы Текстовые Форматы Более Медленные Потому Что Понятное Дело Например Какой-нибудь Там В 2 В 32 Минус Один Там Это Не знаю Сколько Там Это Байт 10 Байт Короче Да Тупо Возки Кодировки А В бинарном Виде Это 4 Байта Вот Они Менее Эффективные И по Объему И по Скорости Парсинга И реализации Если Что-то Поделать С объемом Например Разжать Данные Они Ставятся Еще Менее Эффективны Из-за Того Что На Сжатие Будет Время Тратиться Вот Ну Работать С Текстовыми Форматами Намного Удобнее Ну Тут Тоже Это Довольно Все Понятно Ну Вы Можете Там Не знаю Если У вас Приложение Как Сервер Есть Какой-то Там Браузерный Клиент Вы Можете Через Консоль Разработчика Посмотреть Что Там Ходит Между Клиентом И Сервером В удобном Виде Это Почитать Глазами Если У вас Там Между Серверами Взаимодействие Ну Вы Опять Же Можете С Текстовым Форматом Если У вас Что-то Идет Не Так Посмотреть Что Кто Кому Передает Просто Взять Там TCP Дамп Включить Прослушать Трафик Там На Каком-то Порту И Там Вывести Прямо Форматы Их Много Много Разных Ну Текстовых Мне Неизвестно Прям Супер Много Разных Но Опять Ж Почти Везде Если Используется Текстовый Формат Используется Джусом Сейчас Насколько Мне Известно Ну Вот Есть Там XML Я Привел Пример Вот Бинарных Их Прям Совсем Много Вот Самое Популярное Вот В моем Моей Эпсилон Окрестности Это Ну Ну Как Я сейчас Наверное Тоже Покажу Как Это Выглядит Тем Кто Не знает Кто Знает Что Такое Протобув Ну Половина Народу Знает Половина Либо Спит Либо Не Знает Да Это Формат Который Требует Обязательную Схему То Есть Опять Ж Нам Нужно Описать Какие Данные Разбить Ваши Объекты На Какие Так Назваем Сообщения В каждом Сообщении Описать Какие Там Есть Могут Хранится Поля Какие У них Типы Вот И По Этой Схеме Копилятор Протобув Может Сгенерировать Коды С помощью Которого Для Разных Языков С помощью Которого Можно С ними Работать Какие Классики Будут Рапперы И Можно Будет Сориализовать Сообщение Превращение Объекта В байтики Байтики Объекта Обратно Вот Есть Форматы Бинарные Без Схемы Ну Чем-то В каком-то смысле Напоминающие Джессон Логически Вот Но Представлены В более Эффективном Виде Ну Тот же Самый Бессон Бинарный Джессон Бинарное Представление Джессон Есть Такой Формат Как Месседжпэк Интересный Довольно Простой И Ну Если Был Джессон И тормозил Бывает Что Заменяет На Месседжпэк Ну Есть А Да Ну Как Примеры Таких Бессхемных Форматов Вот Так же Из Бинарных Форматов Там Они Отличаются Тем Что Ну Вот При При Парсинге При Парсинге При сериализации Нужно ли Вам Ваш Объект Перегонять Ну Вот Объект Лежит в памяти В каком-то Виде Нужно ли Его Перед Записью Перегонять В какую-то Другую Последовательность Байт Или Можно Прямо Испамить Эти байты Там Записать В сеть Или На диск А потом С другой Стороны Их Там Интерпретировать Как Объект Вот Протобув Он Соответственно Требует Такого Копирования Промежуточного Вот Другое дело Что в большинстве Случаев Это Ну На фоне Того Что делает Приложение Незаметно В профайлере Вот Но Бывает Заметно Для таких Ситуаций Есть Протоколы Форматы Типа Флет Буферс Который Ну Такой Родственник Протобува Но Не требует Вот Это Копирование Дополнительного Есть Еще Такой Формат Каппин Прота Который Я все Хотел Попробовать Но Я так И не Попробовал Потому что Там Есть Такой Сайтик Понятный Будет Любопытно Можете Посмотреть Вот Но Тот же Самый Флет Буферс Он Не Всегда Более Эффективен Потому что Насколько Я помню Когда Я смотрел Там Получались Более Раздутые Структуры По Размеру То есть Она Может быть Там И не Нужно Какого-то Промежуточного Продвижуточной Конвертации Из Представления Объекта В памяти В байты Делать Но Зато Эта Последовательность Байт В памяти Она Просто Несколько раз Длиннее Чем у Протобуфа И все равно Вы там Потеряете На копировании Время Вот Ну Не всегда То есть Тоже Тут По ситуации Зависит Надо тестировать Применительно К конкретному Сценарию Вот Да Ну И Понятно Что Можно Самому Наделать Миллион Таких Форматов Разных Можно Банально Сделать Структуру В плюсах Или в си Сказать Прагма Пэк Попросить Компилятор Там Не Не Использовать Элаймент Какой И просто Ринтерпрет Кастом Это дело В массив Чаров Превращать Ну только Если у вас Все машины Они на одной Платформе И там Икс Восьми Шестьдесят Четыре Какой-нибудь И так Будут В будущем На той же Самой Платформе Вот Что Иначе Могут Быть Проблемы С теми Самыми Целыми Числами По поводу Структур Которые Не требуют Промежуточного Копирования Типа Кап Прота Там Понятно Что Копирование Копирование Не требуется Вы интерпретируете Данные Которые Пришли Прям Сразу Как Объекты Допустим Там Было Какое-нибудь Целочисленное Поле 32-битный Инт Есть Понятное дело Существуют Little Ending Big Ending Архитектуры И То есть Вы Либо в одном Виде Этот Инт Представили Либо в другом Либо Little Ending Либо Big Ending Вот И Если Вы С Либо Little Ending А Кап Протон Little Ending Ну И Возможно Могут Быть Какие-то Проблемы С Производительностью На Big Ending Машинах С Читать Little Ending Инты Ну Опять же Порядок Байтов Инте В 32-битном Инте 4 байта От Старшего К Младшего Или От Младшего К Старшему Они Идут Это Платформа Зависит Вот Но Опять же Наверное Есть Какие-то Компании Где Много Big Ending Вот У нас Сплошной X8664 И Там Все Ну В таком Случе Все Просто Да С Джессоном Что Еще Можно Про него Скорить Помимо Того Что Он Текст И Популярный Для HTTP И Так Далее Но Это Нативный Формат Для Браузеров На Сам Деле Когда Я Последний Раз Тестил Получалось Что При В браузере Особой Разницы По Производительности Между Джессоном Протобуфом Не было Видно Ну Там На Опять же Понятно Это Зависит От Конкретных Структур Но То На Чем Я Тестировал Получалось 5% Разницы Это Довольно Ну Немного Ну В каких Сценариях Может Много Но Обычно Немного Вот Ну А Что Касается Сервер Сервер Сайда Там Ну Когда Вы Можете Протобуфа Ну То есть Стандартные На самом деле Библиотеки Для Протобуфа То Получается Все В разы Хуже Опять же Несколько Лет Назад Для Джессона Там Топовой С точки Зарения Производительности Библиотек Библиотеки Библиотек Был Рэпид Джессон Ну Вот Там В разы Проигрывал Протобуфу И на Парсинге И на Серриализации Вот Ну Зато Выглядит Выглядит Красиво Читаемо Ну Схемы Сам по себе Он не имеет Но есть инструменты Для того Чтобы навесить Схему сверху Сгенерировать Какие-то классы Через которые Будете обращаться К полям Там Провалидировать Что там Джессон Соответствует схеме И так далее Закончим Эту часть Обзорную В общем Да Есть Помимо Джессона Тексты Формат Популярный В прошлом Сейчас Наверное Менее популярный Это XML Вот Громоздкий Ну Вы опять же XML Очевидно Что все Видели Что это Такое Что XHTML Является Под множеством XML Вот Он Громоздкий Он В нем Очень-очень Много Всяких Всяких Фич Которые Про которые Большинство Пользователей Про большинство Фич Не знает И я Не знаю Про большинство Фич XML Вот И Они По умолчанию Обычно Включены И вызывают Проблемы Вот Но есть Некоторые Удобства В частности Если вы Хотите Верстку Отдавать У вас Есть Какие-то Объектики А вы Хотите Их Превратить В верстку В тот же Самый XHTML Есть Удобные Шаблонизаторы В частности XSL Такой Язык А вы Кстати Кто знаком С XSL Вообще XSL Что это Такое Ну хорошо Это Такое Чудо Интересное В общем Декларативный Это Такой Декларативный Язык Для Того Чтобы Преобразовывать Одни XML В Другие XML Ну Опять Вы Описываете Какие-то Шаблоны Где Пишите Что Типа Если Данные Соответствуют Каким-то Признакам Своим Чему-то Соответствуют Допустим Там Я не знаю Имя Элемента В Доме Равно Чему-то Или там В нем Есть какой-то Подэлемент Или еще Что-то То Вот Применяй Этот Шаблон Если нет Применяй Этот В самом Шаблоне Вы можете Вызывать Запуск Других Шаблонов Можете Обращаться Через Xpath Такой Язык Как бы Доступа К каким-то Объектам В XML Дереве И к их Атрибутам Через Xpath Можете Выводить Какие-то Куски Из того Что вы Заматчили Шаблоном Из того Элемента Дерева XML Вот Ну Получается Иногда Получается Довольно Таки Удобно И красиво Преобразовывать XML В верстку Ну И как В случае С любым Шаблонизатором Получается Что удобно Что код С логикой Отдельно Верстка Отдельно А Какие-нибудь Шаблонизаторы Типа Джинджи Ну Такие На мой взгляд Менее Менее Мощные Вот Но в целом Да Медленный Сложный Развесистый И Есть Да Ну Короче Должно быть Очень веское Обоснование Чтобы его Использовать Вот Опять же Если Кто-то Не знает Есть такая Штука Как XML External Entities Фитча Такая В XML Которая Как правило Никому не нужна Но Включена По умолчанию Часто бывает В парсерах Допустим У нас есть Какой-нибудь Сервер Который В XML Принимает Запросы От пользователей В XML Отдает ответ И Неважно Что это За система Допустим Это Тот же Самый Несчастный Мессенджер Если бы Мы Там Допустим У нас Сервер Там В API Есть Ручка Которая Позволяет По User ID Отдать Информацию Про Юзера Предположим У нас Такого Формата Запрос И Валидные Ответы Следующего Вида Типа Респонс Элемент User Если Нашелся User ID Name Если Не Нашелся Есть В Респонсе Какой-то Error Где Написано User С Таким ID Который В запросе Был Передан Не Найден Вот Ну И По поводу External Entities Если Они Включены Можно Запрос Например Вот таким Образом Сформировать External Entities Это Такая Штука Которая Позволяет Обращаться По путям На файловой Системе И по Урлам И Подставлять Прямо В XML То Что Там Было По Этому Пути Вот Можно Сделать Таким Образом И Внезапно Что-то Ценное Может Утечь В ответ В тексте Ошибки Вот Я Нас Такое Сам Не наступал Но Вообще Бывает Бывают Такие Ситуации Поэтому Да Лучше В целом В XML Только Ну Во-первых Запросы В XML Прям Вообще Наверное Не стоит Принимать Либо Делать Это Очень Аккуратно Совсем Аккуратно Ответы Вот Бывает Иногда Да Удобно Так Да Тот Самый Протобух Про Который Уже Говорил Про Да Один Из Самых Популярных Форматов Я Тоже Говорил И С Поддержкой Большого Количества Разных Языков Для Которых Он Генерирует Код Ну В частности Самая Популярная C++ Java Go Python Естественно Поддерживается Еще Надо Сказать Что Вот Есть Такой RPC Framework GRPC Ну Тоже Довольно Популярный Ну RPC Это По сути Декий Способ Remote Procedure Call Способ Как-то Структурировано Задать Запрос Удаленный Сервер Способ Описания По сути Таких API Вот Получить Ответ Вот GRPC Он В терминах Protabuf Работает То есть Там Запросы Ответы Это Protabuf И На самом деле Описание Самих API Это Тоже Либо Protabuf Либо Какое-то Расширение Не помню Короче Похоже На Protabuf С GRPC Кто Работал Никто А Работал Вот Ну Короче Да Вот Протабuf Он И был Популярен И с GRPC Стал Еще Более Популярен Вот Тут Тоже Нюанс С тем Вообще Стоит Ли Использовать GRPC Ну Тут Как Там Есть Тоже Свой Набор Проблем У него С Реализацией То есть На старте Это была Такая Минималистичная Библиотека Которая Там Ну Относительно Сложная В использовании Но ресурсов Особо не Потребляет Потом Они Начали Там Разводить Кучу трудов Там Своих Своими руками В общем Короче Ладно Это все Off top Так Да Про тест Я уже говорил Что с rapid json Сравнивал Ну потому что Тоже Были места Там Прям Продакшен Использовался Джсон Потом Джсон Начинал Тормозить В частности Вот Где это было В новостях В яндекс Новостях Там Внутри Между Там При Собственно Обработке Запросов На показ Топа Новостей Там Опять же Множество Разных Программ Серверов Используются Друг с другом Общались В джессоне Были Из-за этого Проблемы Правда По-моему Там Так и не Перешли На Протабуф Просто Разные Имплементации Джессона Смотрели Получилось Что Все равно Протабуф Сильно эффективнее А Ну еще Я могу сказать Что вообще RapidJson Это из Опенсорса Самая быстрая штука Но опять же В Яндексе Есть свой Велосипед Который Работает Быстрее Вот Я не знаю Может он Где-то Случайно С каким-то Проектом В open source Попал Вот Может Не попал Так По поводу Протабуфа Опять же Для тех Кто Не Видел Что это Такое Давайте Я Я Если что Не успел Подготовить Никакого Там Игрушечного Примера Вот Поэтому У меня Есть Прям Прям Код Прям Настоящий Только К счастью Это Код Это Тест И Поэтому Тут Ничего Секретного Нет Вот Ай Блин Расплющило Так Вот Собственно Если Хотите Ну Есть Какие-то Структурки Которые Вы Хотите Записывать В виде Байт Потом Читать Из этих Байт Но Вот Описываются Они В каком-то Таком Виде То есть Файлик Там Есть Там Такие Вот Месседжи У Каждого Месседжа Есть Набор Полей Вот Опшен Это Некоторая Специфика Конкретно Вот Этих Месседжей То есть Это Необязательная Штука Вот А Поля Это Вот Вот Эти Вот Штуки Которые Здесь Все Практически Начинаются С Опшен На самом Деле В Протобуфе Есть Там Две Такие Версии Основные Протобуф 2 И Протобуф 3 Протобуф 2 Можно было Поля Размечать Как Обязательное И Опциональное То есть С обязательными Полями Если В схеме Описано Поле Как Обязательное Вам пришло Сообщение Без этого Поля То Оно Не Распарсится Насколько Я помню Но Тут Если Начинать Использовать Обязательные Поля Возникают Проблемы С обратной Совместимостью Потому что Если Вдруг Вы Решите Что Это Поле Теперь Не Обязательное Ну И У вас Есть Какие То Ну Короче Будет Нужно Нужно Будет Очень Аккуратно Обновить Всю Систему Чтобы Сначала Все Схемы Поменять Потом Начать Уже Отправлять Сообщение Без Поля Вот Поэтому Почти Везде Делают Все Поля Optional Ну Еще Из Того На что Стоит Обратить Нимание Это В конце У каждого Поля Есть Такой Числовой Индекс Что По факту В бинарном Виде Когда Сообщение В Байта Переводится Ну Вот Эти Названия Полей Они Естественно Не Присутствуют Там Присутствуют Вот Эти Числовые Таги Там Условно Написано Единичка И Дальше Значение Поля Двоечка Значение Поля Вот Поэтому Эти Циферки Их Один раз Присвоил И Дальше Ну Нельзя Их Менять Иначе Сломается Совместимость С тем Кодом Который Уже Выкачан Вот Ну Есть Что там Есть Примитивные Типы Всякие Там Инты Строки И так далее Есть Такие Списочные Типы Репитед Поле Вот Здесь Есть Некие Репитед То есть Сообщение Про Файл Лог Реквест Инфо Содержит Три Инта Еще Содержит Список Неких Ренджей Которые Отдельная Структурка Есть В Протобуфе Три По-моему В два Еще Нет Есть Протобуфе Три Словари Но По факту Так Ну Да Но По факту Вообще Словарь Вы Вряд ли Будете Искать Стараться Через Эту Структуру Что-то Поискать Эффективно Поэтому То Что В втором Протобуфе Не было Словарей Не страшно Обычно Репитед Там Из Пар Заводились Просто И все Вот Да Ну Есть Там Можно По Неймспейсам Разбить Эти Структурки Короче Из этой штуки Можно загенерить Программой Под названием Проток Файлы На C++ Выглядит Это Выглядит Это Довольно Страшно Но Напрямую В этот Код Смотреть Обычно Не нужно У меня Очень сильно Тормозит Интернет Поэтому На удаленном Хосте Делаю Проблема Короче Не знаю Какую Нибудь Структурку Эй Вот Эту Например Нагенерил Страшный Страшный Гигантский Класс Галактических Размеров Каких-то Он Наделал Ну Собственно Оператор Присваивания Наделал Что там Еще Наделал Ну Собственно Свапов Это Все Всякая Внутренняя Ерунда Так Сейчас Найдем Какой-нибудь Аксессор Во Например Там было Поле В этой Структуре Сейчас Где-то Спек О Файл System.id String Optional Вот Тут Есть Соответственно Сгенерились Для него Всякие Методы Вот Getter По сути Там Штука Через которую Можно чистить Штука Через которую Можно его Менять Вот Ну И множество Там Других Методов Тут Еще Есть Некий Extension Ну Индексовый Который Генерит С немножко Другим Код Стайлом Все эти Аксессоры Но Это Уже Тоже Не такие Не очень Важные Детали Блин Где Код Вот Ну И Собственно Если говорить Про код Можно сделать Здесь Dynamic Cast Но Неважно Можно сделать Создать Например Структурку Потом В эту Структурку Можно Что-нибудь Там Писать У меня Comprison Сломался Внезапно А Не сломался Я туплю Ну Вот Типа Сказать Как-то Не Не так Короче Да Для примитивных Типов Есть Сеттеры Для Непримитивных Типов Есть Очень Страшный Способ Светить Поля Блин Слепую Тяжело Давайте Делаем Не так Лучше Нехорошее Сет Да Ну вон Сет Для Примитивных Типов Он Можно Сет Реквест Тайп Сгенеренный Код Калипуляторам Протобуфа Вот Ну и Вывести Всю Эту Штуку Можно Каким-то Способами Типа Тоже Сгенеренных Функций Опять же У меня Все тормозит Ну вон Там Serialize To Array И в массив Bytes Засерилизовать Serialize MS Стринг Строчку И так далее В общем Есть куча Всего Разного Кода Еще Да Ну по поводу Да Это по поводу Сериализации Преобразования В массив Байтика По поводу Парсинга Соответственно Тоже Тоже Есть Для этого Загенеренная Функция Ох Как все Печально Тут С сетью Ага Ну вот Типа Можно Распарсить Структурку Тоже Из массива Байт Что? Джессон Я честно говоря Не помню Это стандартная Штука Или не Стандартная Вот По-моему Стандартная Да Тоже Ну Это Так Не знаю Для отладки В основном Используется Так Ага Ладно Вернемся Назад Жалюзи Конечно Из которых Ни черта Не видно На темном фоне Напрягают Так Да Другие варианты Опять же Скорее Упоминал Message pack Capon Proto Там На сайте А Если Опять же Зайдете на сайте Capon Proto Там такая Картинка Есть Бенчмарк Типа Время Сериализации Там Протобув Там Сколько-то Там Икс Больше нуля Времени Неважно В каких единицах Capon Proto Ноль Но Там Не стоит Прям Серьезно Воспринимать Это Речь о том Что это Как раз Zero Copy Формат Чтобы Превратить Это В байты Которые Можно Отправить Например Socket Там Имеется Ввиду Что Просто Ничего Не надо Для этого Делать Дополнительно Вот Ну Опять же Я там Предыдущих Слайдах Говорил Про Pragma Pack Interpret Cast И так Далее Так Значит На сегодня Такой Быстрый Обзор Моделей И данных Языков Запросов Форматов Закончен В следующий Раз Уже Будет Более Такая Штука Наверное Более Техническая Где Там Это Все Да В следующий Раз Уже Будет Более Техническая Штука Поговорим Именно Про Структуру Данных Как Устроена Структура Данных Для Хранения Данных На Персистентном Хранилище Диск ЛСМ Ба Дерево И Так Далее Скорее Всего Мы Потратим В следующий Раз На Обсуждение Либо Б Дерева И ЛСМ Либо Только Одно Из этого Успеем А Транзакции Уже Скорее Всего Через Раз Поговорим Есть Тема Для Обсуждения Еще По Поводу Экзаменации И так Далее Мне Сказали В прошлый Раз Что Вообще Есть У вас Такой Вариант Давать Домашки Потом Тем Кто Сделал Просто Поставить Эфноматом Оценку Правда Отлично Отлично Короче Давайте Тогда Так Договоримся Что Я Дам Пару Домашек И они Будут Это будет Что-то Типа Ну Вот В прошлый Раз Я Рассказывал Про Устройство Поиска Про То Как Можно Инвертированный Индекс Организовать А Вот Расскажу Как ЛСМ Устроено Как бы Дерево Устроено И Попрошу Допустим Реализовать Либо Свою Свой Там Кива или Сторож Уровня Одной Нады С С Пользованием ЛСМа Под капотом Либо Там Тот же Самый Инвертированный Индекс Напишу Автотест Для этой Штуки Вот И будем Смотреть На этих Автотестах Буду Брать Ваш Код Либо В виде Кода Либо В виде Уже Бинаря Вот Запускать Против Тех Тестов Если Он Работает Корректно И Он Работает Быстрее Чем Там Какой То Порог Который Я Оценю В соответствии С данными Которые Мне будут Вот То Там Словно Ставлю 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 Хорошую Оценку Если У вас Что-то Не работает Либо Вообще Не получилось Сделать Либо Либо Работает Некорректно Либо Работает Медленно Ну Будем Уже По ситуации Разбираться Смотреть Уже Конкретно В код Как Оно Конкретно Сделано Что-то Может Быть Не так Дальше Вы Это Исправите Оно Начнет Проходить Тесты Начнет Работать Быстро И Вы Получите Хорошую Оценку Вот Какой-то Пример Такой План Ну Скорее Всего Я Пару Тройку Домашек За Полугодие Подготовлю Вот И Начну Я Это Делать Где-то Сначала Октября Потому Что Потому Что В конце Сентября У меня Есть У меня Конференция Одна Который Тоже Дофига Нужно Делать По Работе Сильно Загружен А Вот Где-то Концу Сентября К Началу Октября Я Смогу Что-то Предложить Вот Такой План Устраивает Хорошо А на Чем Вообще Скажите На Чем Вообще Кто Пишет На Каких Языках Писать Любит Кто На Плюсах Кто-то Котлин Ага Ну Смотрите Ну С плюсами В каком-то смысле Попроще С джавой Чтобы Там Какие-нибудь Штуки Типа Хранилищ Работали Быстро Ну Придется Извернуться Там Словно Стараться Не допускать Гц Там Либо Либо Там Не знаю Не мусорить То есть Переиспользовать Объекты Либо Там Какой-нибудь SunMisk Unsafe Использовать Вот Чтобы Там Типа Off-hip Объект Создавать Ну В общем Ну В принципе Да В принципе И на джаве Можно что-то Относительно Быстрое Сделать Вот А Го Никто Не использует Ну Просто А не Зансейфский Инфекистест Что Например На Ван Зансейфе Там Без Всяки Без Унсейфа Да Да посмотрим Ну Скорее Все так И будет Я просто Ну Опять же Я привык писать На плюсах И я Скорее Все Как Сделаю Я Придумаю Что Конкретно Должно Быть В домашке Сам Это Реализую Посмотрю Как Работает Из Этого Ну Там Цифры Какие-то Предоставлю Если Если Окажется Что Есть Реализация На джаве Она Вроде Написана Красиво И правильно Но Работает Чуть Медленнее Чем Ожидалось Ну Ладно Сдвинем Порог Нет Хорошо Пишите На джаве Ладно Все Забудьте Пишите На джаве На том На чем Вам Удобнее Вот Так что Ладно Все Можете В сторону ГО Посмотреть Хороший Язык Быстрее Чем Джава Гарбыш Коллектор Есть Только Меньшие Задержки Существенно Меньшие Вносит Обычно Хотя Черт его знает Может Современная Джава Не сильно Тормозит Не помню А последняя Джава Которой Так Активность Которой Работала Это Было Давно Очень Давно А в Джаве До сих пор Нету Нормальных Темплейтов Нормальных Темплейтов В смысле Которые Ну Без Type Rager Рунтайме Нету Да Что Кому Они нужны Редактор 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 Редактор